друзья добрый день скажите пожалуйста как меня слышно так и сейчас видно ли меня так есть плюсики все вижу и видите и слышите замечательно тогда я предлагаю нам уже начинать поскольку тема планирования у нас 17 09 мы немножечко затянули приношу свои извинения но я думаю те кто хотел как раз вовремя подключился да так плюсики вижу всех очень рада приветствовать у нас не при сегодня выпускной люди пьют шампанское а мы с вами будем говорить о планировании и так друзья тема очень важная как вы видите заглавный слайд написано постановка цели и планирования и сегодня мы будем говорить с вами немного о философских вещах мы будем с вами говорить о том вообще что такое успех для чего планирование нужно и я думаю собственно говоря вот у нас сегодня есть практически 50 участников для каждого будет что-то важное свое вот каждый из вас услышит то что для него крайне важно и необходимо и вы знаете первое с чего я хочу начать это с того что такое успех вот на самом деле сегодня очень модно знаете вот пропагандировать эту тему очень модно сегодня устраивать такие дискуссионные комнаты бизнес тренера выступают и в принципе пропагандируют быть успешным человеком на самом деле если задуматься то для каждого человека успех свой вот для кого-то успех это реализация для кого-то успех это счастливая семья вот по-разному можно трактовать и если бы у нас сегодня с вами был тренинг вот в живом формате то наверняка я бы могла и у вас спросить собственно говоря а что для вас успех и если хотите вы можете прямо сейчас писать в чате что для вас успех хотя вот на слайде уже есть некая подсказка да вот это вот подсказка это тот наверное то определение которое я взяла для себя как наиболее приемлемое то которое подходит например больше всего мне и я понимаю что успеха это несколько составляющие прежде всего это когда человек например поднапрягся выполнил какую-то значительную может быть со временем которая оказалась ему такая знаете неподъемная задача но он достиг этой цели он ее выполнил это некое такое положительное эмоциональное состояние когда человек вот достиг какой-то цели он достиг результата но он не чувствует себя эмоционально опустошенным потому что это тоже очень важно посмотрите ведь наверняка у вас есть знакомые которые реализовались в бизнесе но вместе с этим они знаете опустошенные они не счастливые люди они вроде бы как и успешно а с другой стороны мы смотрим на них и думаем нет я бы наверное вот не хотел быть таким же так вот успех это когда ты с одной стороны достиг поставленной цели а с другой стороны твое эмоциональное состояние находится вот знаете на на подъеме когда ты хочешь летать когда ты хочешь кричать ты хочешь делиться своими результатами и вот это есть успех и мне нравится еще одна фраза которую вы сейчас видите на слайде что счастье хочет чтобы ничего не меняли а успех требует перемен и вот здесь вот прежде чем говорить об успехе прежде чем говорить о том что мы сегодня с вами в бизнесе да почему я вот затронула таким успеха потому что собственно говоря когда человек в бизнесе он его настраивают самого начала на успех его настраивают на то что давай вперед давай нужно выйти из зоны комфорта давай пошли 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 на самом деле далеко не всем этот успех подходит есть люди которые счастливы вот в какой-то своей стезе и вы знаете друзья прежде чем мы будем говорить о достижении успеха первое что я вам рекомендую сделать это определить а что для вас лично есть успех если вы понимаете что для вас успех это семья в которой есть пять детей и вы счастливы в том что вы встречаете детей со школы вытираете им носик когда они заболели готовите кашу и вы считаете что вы реализовались как мама вы чувствуете что вы счастливы то может быть и нет смысла тогда рваться куда-то вперед а если вы чувствуете что для вас успех это когда вами восхищаются когда вы финансово свободны если вы понимаете что вот то состояние которое есть у вас на сегодняшний момент она вас не удовлетворяет то вполне возможно вот вы не чувствуете ощущение полного счастья то вполне возможно вам необходимо двигаться вперед и у каждого абсолютно человека свое понимание успеха я сейчас попрошу поставить плюсики потому что я вижу что люди пишут у кого-то нет звука у кого есть вы пожалуйста поставьте плюс если все таки вы меня слышите чтобы мы двигались дальше есть хорошо и собственно говоря если вот вернуться да то успех и бизнес они идут рука об руку не всегда успех и счастье идут вместе а вот бизнес и успех как правило да они идут рука об руку и если говорить о том бывают ли препятствия на пути на пути к успеху да бывают очень часто люди торопят события и вот вы видите на слайде да что препятствий на самом деле достаточно много и самое первое препятствие на пути к успеху это то что люди не ставят цели или эти невнятные и вы знаете сегодня мы с вами говорим о бизнесе и арифлейм это такой же бизнес как и любой другой и если вы для себя приняли эту точку зрения если вы готовы значит вот выйти из зоны комфорта потому что еще раз да счастье это когда тебе хорошо когда ты в гармонии а успех для того чтобы его достичь очень часто как раз нужно выйти из этой зоны комфорта нужно напрячься нужно делать что-то новое необходимо где-то себя перри пережать да где-то вот сделать больше чем ты от себя ожидаешь и тогда ты достигнешь успеха и если говорить о компании арифлейм вот первое что люди делают они недооценивают арифлейм как бизнес они не обращают достаточно много внимания на то же самое планирование на те же самые цифры люди не обращают внимание на то что здесь когда ты приглашаешь людей начиная строить бизнес это очень серьезно потому что от того как ты построишь свою структуру в конце концов будут зависеть доходы и почему не обращают потому что в начале для многих арифлейм это некая игра вот попробую а вдруг получится ну не получится значит это не мое но говорит наверное процента 80 так людей которые стартуют и у них действительно у некоторых не получается потому что изначально отношение такое ну как не к бизнесу а если говорить о бизнесе вот сейчас вот этот слайд друзья чтобы вы понимали что это не только об арифлейм это в принципе о том что мешает людям достичь успеха так вот если говорить о бизнесе то первое что мешает людям достичь успеха это невнятные цели люди не понимают чего они хотят куда они идут для чего им это все нужно в арифлейм это тоже одна из проблемных тем потому что вроде бы как мы что-то делаем но чего мы хотим в итоге мы не понимаем и я совсем недавно читала тренинг от радислава гандапаса скрипты алгоритма успеха тренинг я проводила для города запорожье для области и когда я задала вопрос а у кого поставлены цели на текущий каталог 90 процентов людей сказали что цели не проставлены и знаете это такой вот тревожный сигнал потому что мы можем себе говорить все что угодно мы можем себя оправдывать тем что мои цели у меня в голове мы можем себе говорить что но я пока пробую мы можем себе давать такое оправдание что как только я поставлю цель у меня ничего не получается поэтому я цель не ставлю но на самом деле вы должны знать что если вы приняли решение достичь успеха и при этом не поставили цель не прописали свою цель то к сожалению вы поставили такой барьер вы понимаете вы должны понимать четко что достичь своей цели вам будет уже гораздо сложнее просто потому что ее нет следующий момент который останавливает очень многих это такое препятствие как ожидание быстрых результатов что в бизнесе люди хотят вложить немножечко денег и сразу же получить да вот крупная сумма дохода что у нас в арифлейм люди хотят прийти и уже через месяц открыть квалификацию директора и вот это вот нетерпение она как раз и есть огромным препятствием на пути к успеху не верим свои силы вот здесь вот друзья очень важно каждому из нас быть уверенным в себе потому что если бы у нас сейчас проходил с вами тренинг вот как раз по гандапасу я бы в этом моменте попросила вас прописать свои сильные стороны вы знаете чем хороша компания тем что у каждого как можно найти сильные стороны благодаря которым он станет успешным в компании арифлейм кто-то хорошо считает кто-то много и хорошо говорит кто-то любит сцену кто-то любит общаться с незнакомыми людьми кто-то любит анализировать цифры и вот несмотря на то что люди разные они могут использовать эти сильные стороны и обязательно быть достигать успехом поэтому сейчас вот такое первое мини задание которое вам нужно сделать будет сегодня это пропишите пять своих сильных сторон не обязательно в арифлейм просто напишите пять своих сильных сторон знаете когда человек не верит в свои силы ему очень тяжело двигаться в принципе по жизни вот если у вас есть дети подростки первое что необходимо делать это давать им уверенность в том что он самый лучший благодарить и хвалить его за те вещи которые он делает хорошо потому что к сожалению на самого детства приучали обращать внимание на слабые стороны очень многие люди сегодняшнего поколения те которые чуть старше они не работают сильными сторонами работают со слабыми сторонами а когда человек верит в себя поверьте у него вообще нет преград вот он верит он он идет он идет как танк он идет к своей цели потому что он знает что он лучше осуждение окружающих это то что останавливает очень многих и останавливает очень многих как раз компании арифлейм когда люди только начинают здесь свои первые шаги как только идут к своим первым клиентам или начинают рассказывать да вот рекрутировать приходи к нам у нас есть и ибица у нас есть пальма-де-майорка у нас есть возможность зарабатывать деньги конечно окружение останавливает первые люди которые говорят ты что это друзья это как правило семья это близкие родственники которым ты вроде бы как доверяешь и вот здесь вот точно также очень важно понимать что окружение имеет очень большое значение вот если в вашем окружении люди которые занимаются спортом скорее всего даже если вы не бегаете вы начнете постепенно бегать если в вашем окружении люди которые например ведут не здоровый образ жизни скорее всего со временем вы к ним присоединитесь если в вашем окружении люди которые позитивны которые достигли результатов которые могут чем-то похвастаться скорее всего общаясь с ними вы будете точно таким же поэтому выбирайте друзья себе окружение и если вы приняли решение идти в арифлейм если вы увидели здесь перспективы если вы понимаете что вы можете здесь достичь успеха но ваше окружение вас осуждает найдите в себе смелость менять окружение иначе она вас будет тянуть обратно вам будет сложно и вы все-таки а в какой-то момент можете сдаться и вернуться назад менять окружение не просто но старайтесь общаться с теми кто достиг арифлейм успехом старайтесь подпитываться у них энергии обмениваться опытом получать новое знание и вот наш проект как раз южный форсаж вот это вот скопление я уверена в будущем успешных людей которые с вами на одной волне поэтому старайтесь общаться и а брать отсюда как можно больше опыта и еще есть одно препятствие на пути к успеху это не принятие успеха или способа в его достижения но об этом можно говорить больше это сегодня не тема нашего разговора но сейчас просто посмотрите на вот эти все пункты и ну вот просто проанализируйте если они у вас если они у вас есть то необходимо срочно что-то с этим делать потому что это то что будет вас останавливать если говорить о целях вот вернуться к тому что самое большое препятствие это невнятные цели то как раз почему это является самым большим препятствием просто потому что люди несерьезно относятся к целям и сегодня мы будем как раз об этом говорить намного детальнее да чем может быть кому-то хотелось бы друзья вообще везде во всем мире в бизнес-школах в университетах постановка целей это одно из самых значимых наверное предметов о котором многие говорят да потому что ну нет у человека цели у него нет энергии куда-то идти что-то делать чтобы вы понимали цели бывают разные цели бывают долгосрочные это цели которые от одного года и более в нашем случае если вы научитесь ставить перед собой цель на год вперед это уже здорово это уже хорошо есть цели среднесрочные это цели которые по своей длительности от трех недель до полугода и есть цели краткосрочные это те цели которые вы прописываете себе на каталог и если посмотреть вот так как эти цели распределяются то к примеру вы на сегодняшний момент менеджер но вы хотели бы быть в компании золотым директором так вот на слайде очень четко показано что золотой директор это то вот что вы видите да например вы себе хотите поехать на следующую золотую конференцию завтра мы будем объявлять уже где же она пройдет да и к примеру вы себе ставите задачу а быть золотым директором квалифицироваться на следующую золотую конференцию здорово для вас это долгосрочная цель которая ставится на год вперед среднесрочная цель это быть квалификации директор и краткосрочная цель если вы например сейчас менеджер 12 процентов то краткосрочная цель например на 5 каталожный период это повысить свой процентный уровень хотя бы на один то есть вы останетесь еще менеджером но вы постепенно будете двигаться по карьерной лестнице арифлейм цель тоже очень важно грамотно прописывать есть такая вот такое понятие как система smart и может быть для кого-то я сейчас говорю очень простые вещи но поверьте если они у вас не прописаны и вы просто знаете да то о чем я говорю то поверьте значит вы не знаете потому что вы это не делаете какие как прописывается цель цель должна быть конкретной измеримой достижимой насущной и определенной по времени например если человек говорит если ему задать вопрос какая твоя цель и он говорит быть золотым директором поверьте это не цель если человек говорит что я хочу закрыть квалификацию директора в семнадцатом каталоге 2019 году это цель то есть цель должна быть четкой понятной и измеримой поэтому следующее что мы с вами сейчас сделаем точнее вы запишите задание а сделаете это обязательно дома вам необходимо будет первое написать свою долгосрочную цель по вот этой системе смарт чтобы она была конкретная измеримая достижимая не просто я хочу быть лидером в арифлейм у нас много да вот лидеров в арифлейм но определить все таки кем вы хотите быть так вот друзья что вам необходимо будет сделать домашнее задание и потом вы это домашнее задание отправите нам с володей вам необходимо будет прописать в начале долгосрочную цель давайте мы с вами договоримся что ваша долгосрочная цель будет ну скажем так вот определена 17 каталогом 2019 года вот видите вы себя директором напишите что в семнадцатом каталоге я либо открываю квалификации директор либо закрываю квалификацию директора либо золотого не важно вот пусть это будет долгосрочная цель среднесрочную цель пропишите на 36 месяцев вперед и краткосрочную цель пожалуйста пропишите на пятый каталожный период не на шестой а на пятый потому что у нас еще две недели и за эти две недели можно изменить очень много сейчас пожалуйста поставьте плюсики если вам понятна задача то что необходимо сделать я жду плюсики если вы меня слышите видите потому что у меня сейчас ощущение что может быть я сама с говорила все это время а вот вижу вижу видите и слышите краткосрочную на пятый или на шестой елена на пятый у нас с вами есть еще возможность ставить на пятый каталог цели если они у вас проставлены замечательно на самом деле они проставлены не у всех поэтому если они вас проставлены замечательно если не проставлены вы просто прописываете себе еще краткосрочную цель на пятый каталог то есть вот такая у нас будет с вами первая задача которая поступила следующий момент вот я вам рекомендую обязательно чтобы у вас был вот такой вот график вашего роста вы знаете вот у нас много все таки в женщине в бизнесе женщины и наверняка вот тот пример который я сейчас вам приведу он понятен будет для всех вот смотрите когда у нас рождается ребенок и он начинает постепенно расти мы примерно понимаем да что он месяц начинает держать головку в четыре месяца он садится там я не знаю в семь месяцев уже ползает или ходит да в какое-то количество месяца у него начинают расти зубки и так далее и так далее то есть вот такой вот план развития ребенка и мама она всегда примерно понимает что должно происходить ну и соответственно смотрит на это да и вот как-то сравнивать вот этот вот пример пример планирования очень было бы неплохо если бы он тоже у вас был я вам хочу сказать что в свое время я практиковала я очень плотно когда еще работала с эсэмом я очень плотно работала с лидерами города запорожья и у меня у каждого лидера была вот такая вот табличка где мы прописывали прям его цели по каталожным вот в данном случае вы видите да что в моем примере у человека прописано что он хотел бы в третьем каталоге уже две тысячи двадцатого года открыть квалификацию золотого директора в двенадцатом каталоге открыть точнее раньше да вот в девятом каталоге открыть квалификацию директора ну и соответственно в шестом каталоге стартовать на более высокий уровень вот друзья когда я работала в запорожье то мы с лидерами работали по таким табличкам то есть у нас была долгосрочная цель у нас была краткосрочная цель и каждый каталог мы прописывали вот такую краткосрочную цель на каталожный период и а вы знаете я вам хочу сказать что из наверное 100 процентов процентов 80 лидеров которые работали по этим табличкам они достигали своей цели почему потому что они четко понимали куда они идут чего они хотят и для чего они это делают поэтому я вам обязательно рекомендую не просто вот когда да вот на предыдущем слайде я вам сказала пропишите свои долгосрочные среднесрочные краткосрочные цели но и сделайте их еще вот в таком графическом формате делайте как вам удобно это будет в excel и где угодно вот как вы будете отслеживать так и делайте главное чтобы у вас была визуально картина когда вы открываете должны открыть квалификацию директора когда вы должны открыть квалификацию золотого директора и так далее чтобы вы понимали как вы будете двигаться дальше но это второе задание которое необходимо будет вам сделать и сейчас мы с вами перейдем к краткосрочному планированию я наблюдаю за тем когда вот вы вы пишете свои отчеты что вы сделали что у вас получилось сколько еще не хватает для того чтобы достичь цели поставленной и я понимаю уверенно что вы понимаете как необходимо планировать но тем не менее вполне возможно что это такое запоздалое планирование и понятно что потом уже остается три дня как до окончания каталога человеку еще нужно сделать две тысячи баллов это значит что скорее всего в планировании где-то пошел сбой потому что в принципе ну такого быть не должно и если например вот сейчас привести очень простой такой пример по краткосрочному планированию как работать да к примеру в четвертом каталоге есть менеджер который вышел на уровень 15 процентов и я вам буду прям показывать у нас дальше будет работа с лидерским отчетом и я вам буду дальше прям это показывать вот смотрите можно достигать успеха разными способами можно достигать успеха когда ты себя выбиваешь из зоны комфорта и начинаешь работать 24 часа в сутки это здорово но это где-то энергозатратно а можно расписать свой график таким образом что ты не спеша идешь к успеху ну вот как например вот я вам сейчас верну слайд чтобы вы посмотрели вот смотрите вроде бы казалось бы да мы стартуем с уровня 15 процентов это большинство из вас сейчас находится как раз на таком уровне но уже в третьем каталоге человек открывает квалификацию золотого директора вот как оценить это быстрый темп или нет с одной стороны мы можем сказать ну конечно потому что он в пятом каталоге был менеджером а уже в третьем каталоге открывает квалификацию золотого директора а с другой стороны если вы посмотрите на этот график посмотрите у нас здесь нет знаете сумасшедшего роста ну вот если у нас есть люди которые очень быстро растут а потом так же быстро падают поэтому знаете везде нужен такой рациональный подход лучше выйти на уровень задержаться на нем закрепиться на нем найти ключевых партнеров прирастить баллы вот если вы видите например шестой каталожный период да человек выходит на 18 процентов он делает свой товар оборот 5000 баллов в седьмом каталоге он снова таки на 18 процентов но его задача будет делать не пять тысяч баллов а например 5 800 тысяч баллов в восьмом каталоге он опять-таки на 18 процентов но он уже сделает не пять восемьсот а шесть допустим там триста да или шесть пятьсот баллов все как просчитать можно да и таким образом у него есть небольшой прирост то есть человек показывает увеличение своего бизнеса но нельзя сказать что он прям летит куда-то да и вместе с тем получается что его структура достаточно стабильно развиваться конечно мы будем с вами говорить о действиях которые необходимо делать но вот чтобы вы понимали да вот этот вот этот вот график он достаточно средний и если каждый из вас пропишет то есть у вас будет вот такая вот цель вы будете видеть свою долгосрочную перспективу вы будете к ней идти и мы будем потом краткосрочно прописывать ваши цели на период плюс действия безусловно да потому что бездействий все что вы прописали это ваши мечты можно пролежать с ними на диване всю жизнь и она так и не осуществится и вот так вот постепенно вы будете двигаться я честно говоря за то чтобы цели были разумными да чтобы никуда не торопиться а лучше где-то остановиться укрепить свой уровень и тогда двигаться дальше и вот например сейчас мы видим да что в четвертом каталоге человек вышел на уровень 15 процентов он сделал 3030 баллов замечательно цель в пятом каталоге он снова хочет закрепиться на этом уровне 15 процентов сделать но сделать уже не 3030 баллов а 4000 баллов для чего для того чтобы в следующем каталоге он мог спокойно стартовать уже дальше до в седьмом каталоге или там шестом смотря из его графика он мог дальше спокойно уже не напрягая стартовать на уровень 18 процентов посмотрите с чего начинается планирование планирование начинается с того что вы первое поставили цель на каталог второе посмотрели как вы закрыли предыдущий каталог и определили, какой вам необходимо показать прирост. В нашем случае мы видим, что нам не хватает 970 баллов по структуре. И мы рассчитываем из того, что структура достаточно стабильная, что моя структура, структура моего менеджера меньше, чем 3030 баллов не сделает. Ну, потому что четвертый каталог, это же не 17-й, то есть это обычный, обычный рабочий каталог, он не должен быть хуже пятого, да? Но при этом, чтобы мне выйти на следующие 4000 баллов, мне необходимо показать еще прирост 970 баллов. Откуда берется прирост? Вы должны понимать, что у вас есть три составляющие, откуда берется прирост. Это новички или рекруты, новые люди, которых вы приглашаете в свой бизнес. И этот процесс, пока вы растете, должен быть постоянным. Вот, например, когда вы уже выйдете на уровень бриллиантового директора или, может быть, исполнительного директора. Может быть, тогда, если вас будет устраивать ваш пассивный доход, который к тому моменту уже будет, вы можете чуть-чуть приостановиться и лично не рекрутировать. Но я вам рекомендую, в нашем бизнесе это бизнес людей. И я вам рекомендую рекрутингу, приглашению новых людей уделять большое внимание. Следующий момент, второй источник, откуда могут взяться баллы, которые вам так необходимы, за счет тех людей, которые у вас активны. Здесь мы можем работать со средним заказом. Мы будем сейчас с вами анализировать лидерский отчет, а потом каждый из вас может точно так проанализировать свой лидерский отчет. На сегодняшний момент в Украине средний заказ составляет примерно 110 баллов. Вы посмотрите свои лидерские отчеты. Если у вас средний заказ меньше 110 баллов, друзья, вам нужно обращать внимание на этот пункт и обязательно его прорабатывать. И третий источник, третья составляющая, откуда можно взять вот те наши 970 баллов, это за счет спящих. Ну, честно говоря, вот я в компании практически там 19 лет, но у меня нет примера такой структуры, вот, которые бы приглашали людей, и она 100% была активна. Всегда есть люди, которые размещают заказы, всегда есть люди, которые по каким-либо причинам не размещают заказы, они уходят, как мы говорим, в категорию спящие, да, переходят, и в информационных листочках вы видите такие точечки, да, которые не активны более трех каталогов. И на самом деле ошибка очень многих арифлеймовцев, особенно молодых менеджеров, которые только начинают работать, они забывают об этих людях, они забывают и думают, ага, да, вот какая-то такая обида, ну, раз ты не размещаешь заказы, я тебе звонил, я тебе писал, ну, значит, ты мне больше не интересен. И у него может таких спящих быть достаточно много. Но я вам хочу сказать, друзья, для того, чтобы ваш бизнес развивался гармонично, для того, чтобы вы свою энергию не тратили впустую, вам необходимо, ну, я не могу сказать, что равномерно распределять, да, вот, свой взгляд на все эти три категории. На новичков, конечно, новичкам уделяйте, наверное, процентов, ну, 50 своего внимания. Активным еще процентов 30-40 и остальное спящим, да, потому что в любом случае на спящих также необходимо обращать внимание. Сейчас, вот, я вижу, вы видите, да, лидерский отчет, я не знаю, насколько вам хорошо его видно или нет, я его вижу достаточно мелко, да. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что с вот этим лидерским отчетом нужно очень сильно научиться работать. И я знаю, что Вова Щербакова, он сейчас ездит с прокачками, и вполне возможно, если у вас будет такая необходимость, мы проработаем вот прям с каждым отдельно. Но, тем не менее, вот обратите внимание, да, на вот эти колоночки. Ну, я надеюсь, что вы можете увеличить сейчас экраны и мое изображение в виде чуть-чуть, да, а вам будет очень хорошо все видно. Значит, на что здесь необходимо обращать внимание? Вот это вот первый столбец, это каталог. Вы видите сейчас живой лидерский отчет консультанта, который работает сейчас с нами. Значит, вот этот вот первый столбец обозначает каталог, который мы сравниваем. Последняя, последняя, да, вот строчечка, это то, как человек отработал в четвертом каталоге 2019 года. Первая строчка, это как он отработал в таком же четвертом каталогном периоде, но 2018 года. Здесь по этому лидерскому отчету мы можем видеть, что человек только стартовал бизнес, да, вот ровно год назад у него было достаточно мало людей, но сейчас это количество уже выросло до 40 с чем-то человек. И с одной стороны, казалось бы, да, все отлично. То есть человек растет, человек движется, по плану успеха, наверное, все замечательно. То есть вот эта вот вторая колоночка, БАК, это база активных консультантов. Вам нужно научиться работать с цифрами, потому что планирование это прежде всего цифры. И вот смотрите, когда мы смотрим, да, что год назад это было 3 человека, сейчас их 43, да, то, соответственно, можно сделать вывод, что хорошо, человек работает, человек приглашает, все замечательно. Следующая колонка, на которую я вам обращаю ваше внимание, всегда смотрите, это колоночка спящих, да. Обратите внимание, что в нашем случае количество спящих и количество активных, оно сравнялось, да, то есть это одинаковое количество людей. Вот у меня очень мелкая шрифт, если я правильно вижу. О чем это говорит, друзья? Вот здесь вот это нам такой уже, знаете, колокол в бизнесе, что человек делает достаточно много усилий, он рекрутирует, его команда вроде бы как развивается, но скоро количество спящих, то есть неактивных, перевалит количество активных людей. И с точки зрения, ну вот скажем, продуктивного бизнеса, да, с точки зрения, насколько мы эффективны в работе, можно сказать, что в данном случае это неэффективный подход в работе, потому что здесь достаточно большое количество людей переходит в категорию спящих. Вопрос, нужно ли с ними работать? Конечно нужно, потому что эти 40 человек, они могут нам также принести определенное количество баллов. Следующее, друзья, на чем вам важно обращать внимание, это рекрутирование. Вот это вот вся колоночки, да, вот здесь несколько колонок рекрутирования. Всегда на него смотрите. Личные рекруты. Вот пока у вас будут стоять 0, 1, ну это, знаете, можно по-разному строить свои структуры. Но еще раз повторюсь, от того, как вы строите свои структуры в глубину, ширину или в глубину и в ширину, будет зависеть в конце концов, какой вы доход будете получать. Очень многие сегодня говорят, я лично не рекрутирую, потому что я рекрутирую в глубину своим людям. Это ваш выбор, в любом случае это ваш выбор. И хорошая глубина, она тоже приносит определенные дивиденды, да, это и некая стабильность, это и быстрый рост. Здесь можно много перечислять преимуществ, но в то же время вы должны понимать, что, например, если вы сейчас находитесь на уровне 18%, и вы рекрутируете в глубину, то может произойти момент, когда вы выходите на уровень 22%, а через пару месяцев, через пару каталогов под вами тоже выходит человек на уровень 22%. И вот здесь, друзья, может произойти такая неприятность, как, если, например, у вас не будет отрывов 3000 баллов, а этот отрыв как раз и могут вам обеспечить вот та персоналка, которую вы устраиваете благодаря личным рекрутам. Вот если у вас не будет этих 3000 баллов, то вы можете слететь с квалификации директора. У меня, например, сейчас есть ситуация, когда человек находится в квалификации старшего директора, но не закрыл квалификацию директора, потому что не сделал отрыв 3000 баллов. Не хватило 700 баллов. Ну вот не хватило и все, да, и не стал просто добирать и там как-то напрягаться и работать. Поэтому личный рекрутинг, он необходим с двумя целями, да. Первое – это то, что вы обеспечиваете себе персоналку, вы делаете себе ширину. Друзья, ширина – это тоже хороший дополнительный доход, это поиск новых ключевых бизнес-партнеров, да, у вас есть одна веточка, пожалуйста, стройте себе ширину, ищите вторую веточку для того, чтобы золото сделать. Это тот самый отрыв, который вам необходим всегда. Потому что если, вот я проговорила, да, что первый момент, вот я 22% подо мной выходит 22% и нет отрыва, мне может не засчитаться это даже для квалификации. А кроме этого, если подо мной человек выходит на такой же уровень и нет этого отрыва, а отрыв 3000 баллов, это такой минимальный, да, чтобы обеспечить себе зарплату, а лучше, чтобы это был 7000 баллов и выше, то вот чем меньше этот отрыв, тем меньше моя зарплата. Ну, это бонусная составляющая, но вы должны понимать, да, что вот личный рекрутинг, он необходим для того, чтобы обеспечить себе и хороший доход от правильного построения структуры, и для того, чтобы, собственно говоря, у вас была возможность искать себе следующих ключевых бизнес-партнеров, с которыми вы будете квалифицироваться на новые уровни, на новое звание. Поэтому вот неважно, каким вы методом строите, если вы помогаете в глубину, пожалуйста, помогайте, но о своей ширине не забывайте. Рекрутируйте 2 личных себе или 3 личных себе, остальных, пожалуйста, рекрутируйте в глубину, потому что рекрутинг – это дело такое, его нельзя приостановить. Знаете, это вот чем чаще ты это делаешь, тем опытнее ты становишься в этом деле, поэтому рекрутинг необходим каждый день, и здесь не может быть один или два рекрута, или вы два рекрута зарегистрировали в глубину, и все, да, вы считаете, что все, ура, уже как бы план и цель достигнуты. Обращайте внимание обязательно на конверсию, да, вы знаете, что мы говорим о том, что конверсия, то есть это качество рекрутинга, вы можете пригласить 10 зарегистрировать, и из них только один может стать рекрутом. Стартер – это тот, который пришел в компанию, зарегистрирован, а рекрут – это тот, который разместил заказ хотя бы, там, я не знаю, на один балл он уже будет рекрут. Так вот, друзья, вы можете зарегистрировать 10 человек, и из них только один разместит заказ, это качество рекрутинга ни о чем называется, да, с таким рекрутированием это просто перепись населения называется. В то же время вы можете зарегистрировать 10, и из них 9 будут заказами. Да, я знаю, что многие из вас не регистрируют людей без заказов, но многие регистрируют до сих пор без заказов. Это ваш выбор, и так, и так правильно. Никто не говорит, что регистрировать нужно исключительно с заказом, но на вот это качество перехода из стартера в рекруты обязательно обращайте внимание. Это такой хороший бизнес-показатель, бизнес-анализатор, да, когда вы поймете, а вот вы туда движетесь или нет, в том ли вы направлении идете или нет. И следующий момент тоже для вас будет очень полезный. Обязательно по своей структуре, по своей команде смотрите на следующее качество рекрутинга, а сколько из ваших рекрутов стало квалифицированных рекрутов, а впоследствии сколько из квалифицированных пошло дальше и прошло 4 шага стартовой программы. Понимаете, дело в том, что, например, вы можете, у вас может быть очень хорошая конверсия, да, вы можете там 10 человек зарегистрировали, все 10 прошли, стали рекрутами, и, например, 6 прошли 4 шага стартовой программы. А по команде может быть совсем другая ситуация. И тогда вам нужно сделать вывод, что у вас не работает дублицирование. Вам необходимо людей обучать продукту, потому что чем больше люди знают о нашем продукте, тем проще им оформлять баловые заказы. Итак, по рекрутингу цифры, которые, вот то, что вам необходимо запомнить. Первое, личное рекрутирование. Это минимум 2 рекрута, а если рекрутинговая программа нацеливает вас на 3, значит, 3 квалифицированных рекрутирования. Это ваших личных, это то, что как отчинаж должно быть у вас, если вы считаете себя человеком, который идет к успеху. А успех, еще раз повторюсь, это не тогда, когда вам хорошо и комфортно. Это в большинстве случаев, когда вам нужно выйти из зоны комфорта, почувствовать где-то боль, дискомфорт, где-то поднапрячься, но это вот хороший признак того, что вы идете к успеху. Если вы чувствуете, что вы напрягаетесь, ну это очень хорошее такое ощущение, очень хорошее чувство. Второй момент, вы обращаете на количество, на конверсию, да, она должна быть как минимум 60%. Обязательно смотрите, анализируйте, сколько людей к вам регистрируется, сколько проходит 4 шага стартовой программы. Следующая это колонка активность. Вы видите здесь, сколько активных людей и какой процент активности в структуре человека. Напоминаю, что здоровая активность это тогда, когда 70% и выше. Это говорит о том, что вы не просто снова таки занимаетесь переписью населения, а вы достаточно плотно работаете. От чего зависит активность, я вам хочу сказать следующее. Активность зависит от двух вещей. Первое, насколько хорошо идет продуктовая коммуникация в вашей структуре. Это первый, самый важный момент. И второе, насколько у вас поставлено общение с вашими клиентами. Потому что любой человек, который зарегистрирован в вашей команде, это прежде всего клиент. Это может быть VIP клиент. Если это человек, который для себя покупает, продает, это может быть лидер. Но прежде всего это клиент. И вот здесь вот как раз, когда мы вам говорим, что поставьте себе вот такой вот план, минимум 10 звонков в день. Вот поверьте, если вы будете делать минимум 10 звонков в день, активность вашей структуры будет точно не ниже 70%. Главное, друзья, чтобы эти звонки были эффективными, чтобы они были ожидаемыми, чтобы они были продуктивными, чтобы они были полезными для ваших людей. Да, не просто так вот позвонил, потому что надо поставить галочку, да, 10 галочек сегодня собирают. Нет, прежде чем звонить человеку, нужно подумать, что ты ему скажешь, что ты ему можешь предложить. Вам сейчас нужно открыть каталог, да, пролистать, составить, я не знаю, там, топ-10 продуктов, пусть топ-5 продуктов. По этим продуктам позвонить и рассказать человеку, да. Естественно, задача вашего звонка, это не просто позвонить, а задача проинформировать и задача максимум, чтобы человек оформил заказ. Продуктивность, да, вот как раз о среднем заказе здесь идет речь. Очень важно, чтобы средний заказ был 100-110 баллов. Посмотрите, какой у вас средний заказ и снова-таки, если он ниже показателя 100-110 баллов, а я знаю, что в некоторых структурах он и 50 баллов, 60 баллов. Друзья, это такой вот колокол в ваш бизнес, да, вам нужно вот прям срочно наладить продуктовую коммуникацию. Здесь очень хорошо работают продуктовые чаты. Но чаты эти должны быть, я наверняка уже многим из вас говорила, но повторюсь, поскольку, да, вот все-таки нас много сейчас. Чат чату рознь, да. Бывают чаты, когда ты вот заходишь в чат, и там просто идет какой-то информационный поток, да, то есть, что-то там говорится, что-то рассказывается постоянно в одной стилистике и так далее, и так далее. А бывают, друзья, моменты, когда продуктовые чаты, ты туда заходишь, ты читаешь, ты смотришь видеоролики, вот по типу, как вы сейчас учитесь снимать. И даже если у вас там что-то не получилось, или вы недовольны, а вы продолжаете это делать, потому что, понимаете, людям нужны эмоции. Когда ты читаешь все время в одной и той же стилистике, одной и той же, ты уже знаешь вообще, что будет происходить дальше, тебе это уже неинтересно. Но когда ты начинаешь понимать, да, вообще, что, ага, вот здесь сняли какой-то видеоролик, здесь рассказали о тушах, здесь рассказали о продукте, на который я вообще никогда не обращала внимания, а здесь девочка рассказала, как она собрала заказ на 100 баллов легко, да, а здесь, я не знаю, там, Катя Марченко сделала короткий видеоролик и рассказала, как она там за 15 минут делает макияж и какие продукты для этого нужны. Это то, что сегодня людям интересно, это то, что будут смотреть. И у вас должны быть именно такие продуктовые чаты. Вот как сделать себе такой четкий анализ, рабочий продуктовый чат или нет. Если вам этот чат приносит товарооборот и баллы, вы, значит, идете в правильном направлении. Если в этом чате, знаете, как вот такое, вроде бы смотришь, да, сдалека, красивое озеро, ближе подойдешь, оно такое вот застоявшееся болотце, да, там вроде бы как все есть, но ничего не происходит, нету жизни, да, тогда вам этот чат необходимо очень срочно менять, вам нужно вносить туда энергию, вам необходимо делать конкурсы для того, чтобы этот чат приносил вам прибыль. Ну вот по продуктивности опять-таки обращайте внимание на категории на вейджи, да, вот сколько у вас людей интересуется именно и этими флагманскими категориями, потому что вы понимаете, что это те категории, которые как раз и приносят нам продуктивность. Ну это же не сравнить, чтобы сделать товарооборот 7 тысяч баллов, 7,5 тысяч баллов, сколько вам нужно продать помад и сколько вам нужно продать, например, набором на вейджи, да, то есть это совершенно разные, да, идут категории, поэтому, конечно, мы рекомендуем развивать эти категории на вейдж, велнос, обращать туда внимание, тем более наверняка вот Володя уже сегодня в Николаеве, завтра в остальных городах расскажет о том, какие у нас сейчас идут велнос-движения, для чего мы это делаем и поймите, поверьте, да, что благодаря этим движениям можно, конечно же, сейчас привлекать много-много людей. Ну вот здесь вот колоночка дохода, да, вы видите, что здесь вот тот из вас, кому хорошо видно, вы можете обратить внимание, что на одном и том же уровне человек получал, например, где-то 3 тысячи гривен, где-то 2 тысячи гривен, я вам могу со стопроцентной уверенностью сказать, что там, где меньше зарплата, а уровень одинаковый, то там, скорее всего, нижний человек подпер, да, и больше забрал скидочку, поэтому еще раз повторюсь, что обращайте внимание на то, чтобы у вас было грамотное, качественное построение структуры. Вот прям почитайте план успеха, если у вас будут вопросы, вы можете всегда задать, потому что, когда люди начинают строить бизнес, они не задумываются о том, как они и куда регистрируют людей. Они думают о том, чтобы как можно быстрее достичь, там, 15, 18, 22, открыть квалификацию директора, а потом становятся директорами, говорят, так, стоп, а что же у меня зарплата-то 4 тысячи, а такая зарплата у тебя, дружочек, да, мы говорим 10 тысяч, а у тебя 4 тысячи, потому что ветка неправильно построена, потому что ты больше отдаешь, чем получаешь. И вот как раз об этом нужно думать с самого начала, друзья. Поэтому вот этот вот лидерский отчет для вас, это как очень хорошая подсказка вообще, насколько ваш бизнес развивается гармонично или нет. Если продолжить краткосрочное планирование, да, вот вернемся к тому, что мы с вами проанализировали, что в моем примере в четвертом каталоге человек вышел на уровень 15%, это если вы видели, вот как раз тот пример, чей лидерский отчет я вам только что показывала. Цель моего менеджера в пятом каталоге сделать 15%, ему необходимо показать прирост 970 баллов. Откуда берется прирост? Мы с вами говорили, первое, это новички, активные и спящие. Вот посмотрите, друзья, как интересно может быть планирование, если вы его делаете своевременно. У меня в моей структуре, в лидерском отчете было видно, что спящих в структуре 43 человека. Конечно, я могу на них обидеться и сказать, что все, с вами мне неинтересно работать, да, вы уже заказы не оформляете, но буду я работать только с новыми людьми. Да, честно говоря, с новичками работать, наверное, где-то проще, потому что у них больше энергии, они уже, ну, они может быть не так много говорят нет, да, и тому подобное, но все равно про спящих забывать нельзя. Так вот, смотрите, друзья, 43 человека спящих. Если из них хотя бы 10 человек проснутся и оформят заказы на 50 баллов, то у меня получится плюс 500 баллов в мою копилочку. 500 баллов много или мало, я считаю, достаточно. Из расчета того, что мне всего нужно было показать прирост 970, из них 500 баллов мне могут дать спящие. Есть смысл звонить? Конечно, есть. Но еще раз напомню, что звонить нужно грамотно. Не просто, да, набрал и непонятно, о чем говорить или сходу, да, что-то придумывать. Прежде чем звонить, прежде чем ставить себе задачу, что я должна продать, да, вот дать человеку информацию на 50 баллов, подготовьте заказ на 50 баллов. Подумайте, о чем вы будете с человеком говорить. Просмотрите наш каталог и подберите самые выгодные предложения. Вы должны понимать, что если вы позвоните просто 10 людям, то, скорее всего, все 10 заказы не оформят. Поэтому позвоните всем 40 и тогда вполне возможно 10 оформят заказы уже в этом каталоге. Очень часто люди задают вопрос, когда звонит спящим. Я бы вам рекомендовала обзвон спящих начинать как можно раньше. Ну, например, если у нас каталог заканчивается в субботу, вообще нужно перестраивать работу, да, чтобы вы в субботу не судорожно добирали по 1000, по 2000 баллов, а чтобы вы спокойно где-то, да, закрывались. 5-10 баллов, да, там 100 баллов. Ну, это такая вот розовая мечта всех нас, но тем не менее, когда-нибудь мы к этому придем. Вот если вернуться к спящим, то желательно, чтобы вы начинали обзвон уже в воскресенье, понедельник, вторник, когда идет старт каталога. Почему? Потому что у спящего каталога нет, ему нужно время подумать, ему нужно время, что спящие получили своевременную информацию. Выделите себе день, обзвоните спящих, потому что если говорить о приоритетности, с кем приоритетнее работать со спящим или с новичком, ответ однозначно, с новичком, и туда нужно давать больше всего энергии. Но спящему тоже нужно уделить внимание, поэтому выберите один, два дня, все зависит от того, сколько у вас в команде спящих, вы будете их одна обзванивать или же вы обзвоните вместе со своими ключевыми партнерами, вместе с командой. Обзвонили людей, дали информацию, подключили в продуктовые чаты, потом разве что позвонить, еще собрать заказ. Но много времени туда не уделяем, но сделать это обязательно на первой неделе каталожного периода. Следующий момент активность структуры 70%, на это обращайте внимание. Что делать? Снова-таки те же самые качественные обзвоны. И теперь смотрите, вопрос, а сколько же мне нужно пригласить новичков, вот в данном случае моему менеджеру? Мне необходимо показать прирост 970 баллов, 500 я предполагаю, что мне дадут спящие, итого 470 баллов мне еще необходимо показать. Теперь я смотрю и считаю, сколько же новичков нужно пригласить. У каждого из вас, друзья, будет своя цифра. В моем примере вы видели живой лидерский отчет, в моем примере средний заказ консультанта 100. Поэтому я 470 делю на 100 баллов и понимаю, что мне нужно пригласить 5 новых людей. Снова-таки не смотрите на чьи-то цифры, смотрите на свою статистику. Если вы понимаете, что у вас в структуре, например, средний заказ новичка не 100 баллов, а 50 баллов, это значит, что вам нужно пригласить не 5 человек, а 10 человек. То есть смотрите всегда на свои цифры. У нас есть очень сильные структуры, где новичок приходит и ему сразу подбирают базовую косметичку на 100 баллов. Но не все такие структуры. То есть эта структура может рассчитывать на то, что ей достаточно 5 человек пригласить. А если у вас средний заказ 50, а вы себе посчитаете, да, что вдруг с чего он у вас оформит заказ на 100 баллов, тогда вы можете ошибиться. И то, смотрите, друзья, мы посчитали, что средний заказ, да, вот 100 баллов не нужно пригласить 5 человек. Но нужно учитывать активность структуры. В моем случае активность структуры не 100%. Нельзя говорить, что вот 5 человек пришли и они все оформили на 100 баллов заказ. Нет, из этих 5 только 70% оформят заказы на 100 баллов. То есть для того, чтобы я была уверена, мне необходимо пригласить 8 человек. И вот, друзья, если мы предположим с вами, что я планирую свою активность, я менеджер, я поставила себе цель выйти на 15% сделать товарооборот 4000 баллов. Я поставила себе цель показать прирост 970 баллов. Я распланировала свои действия. И я понимаю, что так, мне на первой неделе нужно позвонить своих людей для того, чтобы как минимум 10 из них оформила заказы на 50 баллов. Мне необходимо на первой и второй неделе зарегистрировать минимум 8 человек, которые оформят заказы на 100 баллов. Почему регистрации делите на первых 2 недели? Потому что помните, да, о том, что третья неделя, я бы ее называла резервной. Ну вот представьте, да, пришел к вам человек в субботу. Какая вероятность того, что в субботу последний день каталога? Какая вероятность того, что он не оформит заказ на 100 баллов? Очень большая. Он может зарегистрироваться, а свои 100 баллов оформить в течение 21 дня следующего. Но это уже будет следующий каталог. Вы делаете их с ключевой командой. Если у вас есть хотя бы два трехпроцентника, они пригласили два человека, да, там, второй трехпроцентник два человека пригласил, ну и вы остальных четыре. И таким образом получается, что вы просто четко понимаете и распределяете ответственность, что и кому необходимо делать. есть вот такая модель, называется на контур управления. Это очень крутая модель, и ее преподают в бизнес-школах. Они рассказывают в стокгольмской бизнес-школе, а по ней обучают студентов. Чтобы вы понимали, все достаточно просто. Посмотрите, начинается каталог. Вы поставили себе цель. Поставили цель, после этого начинаете планировать, что вы будете делать для того, чтобы эту цель достичь. После того, как распланировали, начинаете действовать, да. То есть я себе распланировала, что на первой неделе должно прийти четыре человека. Это значит, что я делаю действия. Я приглашаю людей, я рассказываю возможности о рефлейме, я провожу мастер-классы, я делаю те действия, которые позволят достичь цели. Когда заканчивается первая неделя каталога, а некоторые люди делают это вообще каждый день, но я вам рекомендую, закончилась неделя каталога, проанализируйте, все ли у вас идет в порядке. Если вы себе распланировали, что должно прийти четыре человека, а пришел только один, это значит, что вам необходимо вносить изменения. Потому что многие люди так и не достигают цели, потому что они продолжают, вот пришел один человек, наш менеджер продолжает с такой же активностью работать на вторую неделю и надеяться, что к нему придет не один человек, а четыре, которые он запланировал на вторую неделю, плюс три, которых он не доделал на первой неделе, итого семь. Но активность, метод рекрутирования он не поменял. А с чего вдруг тебе придет семь человек, если на первой неделе пришло один? Вот здесь вот, ребята, не работает. Погода не та, праздники и тому подобное. Если это бизнес, это бизнес. У вас должен быть постоянный приток людей, баллов и как следствие доходов. Все остальное это отговорки. Поэтому есть план, вам его нужно делать. Если вы чувствуете, что что-то пошло не так, посмотрите. Вы должны четко понимать и снимать с себя вот эти вот розовые очки, что ага, вот ко мне не пришли люди, потому что все пошли на выбор. Это ерунда все. У тебя найдутся праздники, все что угодно, и люди не придут и на второй неделе. Подумай над тем, а какая была активность, а сколько людей, сколько постов ты, может быть, написал, сколько сообщений ты дал о работе, сколько мастер-классов ты провел. И проанализируй, может быть, необходимо что-то срочно менять. Следующий момент, следующий слайд, на котором мне хотелось бы совсем немного остановиться, сейчас, простите, перескочила, это то, как важно смотреть на те действия, которые вы делаете. Если вы проанализируете, вот старайтесь так, вот поставили себе цель, и у вас всегда должно быть три действия, которые четко вас к этой цели приводят. Если говорить о компании Reflame, это ежедневно должен быть рекрутинг, это ежедневно должны быть звонки с целью активности, либо звонки в структуру, да, либо с целью приглашения в бизнес. И, безусловно, это работа с вашими ключевыми партнерами, обучение, да, то есть те действия, которые так или иначе приводят к увеличению товарооборота. Очень часто мне приходилось сталкиваться с тем, что человек говорит, я все делаю, я много трачу времени, но ничего не получается. И когда мы начинаем с ним анализировать действия, я прошу, да, вот, возьми, пропиши, вот, вы тоже сделайте это упражнение, возьмите, пропишите, что вы делали вчера, и что вы делали, например, сегодня, да, и проанализируйте. А вот эти действия приводят вас вообще к вашей цели или нет? И вы поймете, что очень часто мы делаем то, что для нас является срочным, но совершенно неважным, да, вот, отнести клиенту заказ. Здорово, но это не приводит тебя к достижению цели. Ты вряд ли станешь золотым директором, если ты будешь 24 часа в сутки делать доброе дело и отвозить клиентам заказ. То есть это у тебя на это должно уходить время, но какое-то определенное. А вот рекрутинг – это то, что необходимо, чтобы это было. Обязательно анализируйте свои действия вот с точки зрения срочно-важно, не срочно-важно, да, не срочно-неважно и срочно-неважно. Вот эта вот табличка прямо вот прописывайте и анализируйте. А вот, допустим, борщ сварить, не срочно-неважно, ладно, тогда сделаю это чуть позже. А рекрутировать срочно-важно, значит, вначале порекрутирую, потом пойду сварю борщ. Ну, немножечко, да, так, в шуточной форме вам рассказала. И помните, друзья, что рост не происходит сам по себе. Ни у кого, ни у вас, ни у меня, ни у кого-либо на свете. Рост – растут только маленькие дети сами по себе и туда определенного времени. Вы должны понимать, что для того, чтобы, например, личностно расти, необходимо каждый день прикладывать усилия. Необходимо читать литературу, смотреть какой-то бизнес-фильмы, да, и так далее. Тогда вы будете интересны обществу, потому что на сегодняшний момент все так быстро развивается сегодня, да, что если, например, человек где-то отстал, то о нем будут говорить, да, что он уже в далеком рейсе, да, потому что уже вообще ничего не соображает, что происходит. А вы всего лишь отвлеклись, да, всего лишь просто не посмотрели, что появилось что-то новенькое на рынке. Поэтому очень важно, вот если говорить о личностном развитии, каждый день уделять внимание, допустим, прочтению бизнес-литературе, посмотреть какой-то ролик, посмотреть, какие сегодня актуальны методы рекрутинга, как сегодня работают опытные, успешные люди. Если, например, говорить о росте по плану успеха, то, ну, понимаете, можно, конечно, тешить себя мыслью, что вот вы же как-то выросли до уровня 15 или 18 процентов. Ну, бывает доля резения, бывает спонсор помог, постарался. Но поймите, для того, чтобы двигаться дальше по плану успеха, очень важно понять, что необходимо делать правильные фокусные действия, да, вот просто сосредоточьтесь на том, что приводит вас к результату, и делайте исключительно это. За своим ростом необходимо идти, за ним необходимо двигаться, его необходимо прогнозировать. И, друзья, я в завершении хочу озвучить то задание, которое вам необходимо будет сделать. У нас сейчас, вот я вижу, ну, там, допустим, порядка 60 участников, да, кто-то посмотрит еще в записи. Нам очень важно понять, насколько вы серьезно относитесь к бизнесу, и что я вас попрошу сделать. Обязательно составьте вот такую вот табличку, о котором я вам раньше говорила, где вы пропишите свою долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную цель. Это первое, да, вот, чтобы мы видели ее. Второе, что необходимо сделать, пропишите цель краткосрочную, и прям пропишите, сколько вам необходимо баллов, и откуда они возьмутся. И все это можете отправлять, допустим, Вове Щербакову в личку, сейчас он порадуется, а мы вместе с ним все это обработаем, да, и вам обязательно дадим обратную связь, в том ли вы направлении двигаетесь, да. Потому что, как только вы поймете, что планирование – это не нудное занятие, а это то, что помогает вам, вот, быть дисциплинированным, что помогает вам шире увидеть вообще, куда вы идете, поверьте, вы очень сильно полюбите это планирование. Когда вам необходимо выполнить задание? Ну, постарайтесь уже на этой неделе, к концу недели, нам прислать все ваши планы, для того, чтобы у нас была возможность, поставлю себе, вот, там, совсем чуть-чуть, а стартану с шестого, потому что что-то мне пятый каталог не нравится, да, вот, как-то он слабенький, что-то я там себе ничего не могу найти. Но я вам могу сказать, что с большой вероятностью шестой каталог вы точно так пропустите, потом в седьмом каталоге там начнутся, да, уже лето, наверное, или я не знаю, да, скорее всего, а потом в восьмом еще какие-то причины, а потом вы себе скажете, ладно, а ну-ка, я, может быть, дождусь осени, да, там все уже, наконец-то, с полей, с огородов поприходят, с морей поприезжают, и тогда я начну работать. Друзья, это все отговорки, которые вас отталкивают от вашего успеха. И вы поймите, при таком вот раскладе, да, не будет успеха ни в одной сфере бизнеса, вот, вот, что бы вы там ни говорили, да, ни в одной сфере бизнеса не будет. Таня, еще раз повторяю задание, что вам необходимо сделать. Каждому из вас до конца этой недели необходимо прописать в виде графика свою долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную цель. Под графиком пропишите краткосрочную цель на пятый каталог и распишите, за счет чего вы будете эти баллы добывать. Да, вот, я вам сброшу слайды, чтобы вы видели, как примерно вам нужно рассчитать. То есть, например, Таня, если, ну, просто к примеру говорю, да, если у человека 18%, он ставит себе задачу выйти на 22%, ему не хватает 2000 баллов, нам важно, чтобы человек проанализировал свою структуру и написал, откуда он возьмет 2000 баллов, что ему необходимо сделать. Пишите, как вам будет удобно, потому что, как только вы Вове вышлите заявку, мы ее обработаем, Вова или я, мы будем делить, или и я, или Вова, обязательно кто-то вас наберет, допустим, я наберу, Тань, и скажу, Тань, супер, да, вижу, что ты там прописала, тебе нужен прирост 2000 баллов, но если ты пригласишь только 10 человек, ну, вряд ли у тебя получится. Поэтому давай не 10, а давай 20, давай вот сделаем те и те действия. То есть, таким образом мы с вами пообщаемся. Мы со своей стороны увидим ваше намерение, вы со своей стороны получите обратную связь и поймете, правильно ли вы все просчитали, правильно ли вы понимаете, что такое планирование. Мы вам сегодня в чате еще раз напишем подробно задание, как оно должно выглядеть, дадим вам два слайда для примера, чтобы вы точно так рассчитывали. Писать можно как угодно, Оль, можно, сбросим вам план графика, табличку, можно произвольно писать. Нам ведь суть в чем? Суть в том, чтобы мы поняли друг друга, чтобы мы увидели, какие у вас планы, и дальше уже начинали с нами работать. Потому что, поверьте моему опыту, из 60 людей, которые сейчас присутствуют на этом вебинаре, может быть 30, да, отправят нам эти планы. Но мы уже тогда точно будем знать, что с этими 30 мы работаем плотно, мы с ними проговариваем, мы их обучаем планировать. Да, это не значит, что мы вас будем долбать целыми днями. Нет, мы постараемся сделать так, чтобы вы вот разобрались в этом планировании, чтобы вы его полюбили, получали от него удовольствие. Дай Бог, чтобы я ошиблась в статистике, поэтому жду, что все вот прям 67 человек сегодня порадуют Вову сообщениями в личку. Ну, собственно говоря, вот это вот, друзья, все. Надеюсь, что вебинар вам был полезен. Если вам понравилось, вы можете поставить плюсики. Если мне понравилось, я вас очень ценю за обратную связь и принимаю любую обратную связь. Вы можете позвонить, написать мне в личку, для того, чтобы следующий наш вебинар был намного лучше. Но я надеюсь, что вот та информация, которую вы сегодня получили, она для вас на самом деле будет вот такой стартовой площадкой. Если вы это начнете делать, начнете делать в системе, поверьте мне, все у вас будет хорошо, будете расти, при этом расти не рывками, спокойненько, да, вот так вот взлетать и выполнять абсолютно все квалификации. У меня все. Я вас благодарю за внимание и желаю вам всем отличного вечера, отличного каталожного периода, обязательно новых уровней, обязательно пусть в этом каталоге придут к вам сильные бизнес-партнеры, с которыми вы квалифицируетесь на следующую золотую конференцию, а где она будет, узнаем уже завтра. Поверьте, вы будете очень рады и вы будете стремиться туда попасть. Ну что ж, тогда всем до свидания, всем приятного вечера. Можете ставить плюсики, если вам понравилось, потому что нам тоже всегда приятно ваша обратная связь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok